Продолжение следует... 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 Прошу прощения, видимо, какие-то неполадки с сервером меня уже не два раза выбивало из других мероприятий. Ничего страшного, я быстро вернусь, честное слово. Продолжение следует... 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 Почему? Потому что эксперименты и наблюдения – это то, что составляет фактически образовательную жизнь детского сада по множеству различных направлений. Но опять этими методами нужно пользоваться очень грамотно, потому что, скажем, когда в старших классах мы, например, переходим к использованию таких специфических методов, как социологический опрос, очень часто возникают казусы, которые являются трудно разрешимыми в рамках любой формы конкурсных программ. Почему? Потому что, скажу на примере нашего конкурса «Малая академия наук», там у нас есть один из критериев оценки научности данной работы – это использование научных методов. Но при этом совершенно не… То есть там оценивается сам факт наличия какого-либо научного метода в работе. Но при этом совершенно нет такой попытки проследить, а насколько грамотно подобран этот метод для конкретного исследования. В частности, я наблюдала очень интересный феномен, когда педагог представлял работу, речь шла о том, что девочка изучала религиозные предпочтения своих одноклассников и студентов университета и сравнивала между собой качество формирования религиозного мировоззрения студентов и школьников 10-11 классов. Когда в качестве эксперта я задала вопрос, я говорю, простите, пожалуйста, а почему вы выбрали физико-математический факультет Башкирского государственного университета? Девочка радостно ответствовала мне. Ну, потому что у меня там мама работает, поэтому опрос можно было провести в максимально сжатые сроки. Но, как вы понимаете, это не является достаточным обоснованием для качественного социологического опроса. И в этой ситуации уместность самой работы находится тоже под большим вопросом, простите меня за тавтологию. Как я уже сказала, эксперименты наблюдения ничего не стоят без умения формировать гипотезу и соотносить ее с теорией научного знания. Но это в идеале. То есть, если мы говорим с вами о дошкольниках, естественно, никто не будет требовать от них того, чтобы они соотносили это с теоретическими, с какими-то теоретическими аспектами любой научной области. Здесь речь идет только о возможности сформулировать гипотезу. И, естественно, формулировка гипотезы может звучать совершенно ненаучно, но, тем не менее, вполне отвечать требованиям самого исследования. К примеру, у нас была одна из интересных работ, которую мы делали с дошкольниками, касавшаяся исследования, почему в выползке дождевых червей встречаются только весной, но практически никогда не встречаются осенью. Я думаю, вы обращали внимание на эту замечательную картину, когда весной асфальт усеян буквально дождевыми червями, а осенью, хотя идут те же самые дожди, тем не менее, дождевых червей мы с вами на асфальте не наблюдаем. И вот в попытке ответить на этот вопрос дошкольники сформулировали ряд весьма любопытных гипотез, то есть вероятных объяснений того, почему это происходит. И в итоге с помощью дополнительной литературы мы с ними пришли к определенному выводу о том, что действительно существует причина, то есть фактически их гипотеза была подтверждена с помощью научной литературы. Но потому что вы прекрасно понимаете, что провести эксперимент в данной ситуации мы не могли, поэтому пришлось обратиться к чужому опыту. Так, с помощью дополнительной литературы мы с ними пришли к определенному выводу о том, Еще один момент, который я здесь забыла сказать. Нужно помнить о том, что существует очень интересная разница между проектом и научным исследованием. Собственно говоря, научным исследованием наша с вами деятельность делает ее принципиальная новизна для всех. То есть когда то, что вы изучаете и исследуете, никто до вас не изучал. Или вы предложили какой-то новый взгляд на изученную тему, благодаря каким-то вновь открывшимся для вас обстоятельствам. Или воспользовались каким-то новым методом, который не применялся по отношению к данной совокупности фактов. Но дело в том, что очень часто педагоги путают понятие проекта и научные исследования. То есть опять я сужу по множеству конкурсов, в зоре которых я работала. Как правило, бывает так, что за научные исследования выдается красивая, качественная, грамотная проектная работа. То есть она не содержит принципиальной новизны. Она не раскрывает проблему с новой стороны. Это просто выполненная работа, которая решает определенную проблему, решает определенную задачу, ориентированную на готовый результат. Например, у нас было одно очень интересное исследование, один очень интересный проект, который позиционировался как исследование. Девушка, ученица 9 класса, предложила изучение эффективности функционирования сельского хозяйства одного из районов Республики Башкортостан на примере основной культуры, которая выращивается в этом районе. Но, собственно, из исследовательского там не было ничего. То есть она подробно рассказала о технике, которая используется в процессе выращивания этого определенного овоща. Рассказала, собрала все сказки, песни и легенды, которые бытуют в районе. Местные пословицы на нескольких языках. Но при этом это была очень красивая, богатая иллюстрированная работа. Она принесла даже с собой дары этого района. Но вся обеда была в том, что научной части в этом исследовании просто не было. То есть эффективность сельского хозяйства там не была оценена абсолютно никак. Это классический пример, когда и темы исследований не соответствуют содержанию, и самое главное, что там отсутствует исследовательская часть. То есть речь идет о проекте. Да, естественно, проектная работа ни в коем случае не отвергает того момента, что в ней могут быть исследовательские задачи. Она может решать действительно какую-то проблему с помощью исследовательских методов. Но при этом, еще раз повторюсь, разница существенная. Отсутствует принципиальная новизна результата. Если проектная задача, это всегда заранее заданный результат, когда вы четко знаете, чего именно вы хотите и можете достичь. И, соответственно, ориентируете обучающегося. В то время как научное исследование, в первую очередь, это работа, которая выполняется впервые. Сразу скажу, что в школьных условиях, как правило, любая научно-исследовательская работа практически всегда носит имитативный характер. Опять, к примеру, у нас было исследование. Девушка изучала свойства муки различных марок. Она провела лабораторный химический анализ, проанализировав составки клейковины других составляющих и проанализировав специальную литературу по теме, которая позволяла ей узнать влияние этих составляющих на качество хлеба, который выпекается из этой муки. По форме это была абсолютно научная работа. Но в данной ситуации игнорировался тот замечательный факт, что да, она научная. Но в то же время она имитирует исследовательский процесс. Почему? Потому что на самом деле принципиально новых открытий в данной ситуации от нее никто не ждал. Это учебная научная работа. Это прекрасная вещь. То есть мы с вами должны помнить о том, что школьники, дошкольники, вне зависимости от того, чем они, собственно говоря, занимаются, на самом деле пишут исследовательские работы, которые развивают научное мышление. Они их пишут исключительно по одной причине. Они упражняются. То есть мы не ждем от них открытий. Мы не хотим добиться с ними каких-то новых научных результатов. Это изучение методов. Это отработка мыслительных операций. Ни в коем случае не следует зацикливаться на том, что вы не можете получить каких-то сверхрезультатов. Потому что очень часто педагоги говорят, да вы что, в нашей дисциплине уже все исследовано, мы понятия не имеем, как можно организовать здесь исследовательскую работу, тем более развивать научное мышление. Научное мышление – это не только новые тезисы, это не только открытие. Это в первую очередь, еще раз повторюсь, это способ, которым мы осмысливаем окружающий мир. И, соответственно, эксперименты, наблюдения – это инструментарий, которым пользуются научные мышления. Гипотезы и теории – это тоже инструменты. Понимаете? Ничего более. То есть в этом нет ничего принципиально отличающегося от других образовательных процессов. Поехали дальше. Значит, еще один очень важный момент, про который мы тоже все время забываем. Дело в том, что у нас принято говорить о том, что необходимо развивать у обучающихся критическое мышление. Вот этому посвящены многочисленные курсы, многочисленные тренинги. На самом деле, дамы и господа, одним из кирпичиков, на которых покоится, собственно говоря, научное мышление, является развитие мышления понятийного. Если вы не можете сформулировать определения, которыми вы пользуетесь, если вам не знаком научный язык и язык научных терминов, то говорить о формировании научного мышления не приходится. Ну, пример. Давайте я попрошу вас представить яблоко. Ну, вот сзади меня вы, наверное, видите яблоко на кронштейне. Но у меня, например, оно красное. Если я не оговариваю его свойства, то у вас оно будет зеленое, у кого-то желтое, у кого-то сладкое, у кого-то круглое, у кого-то длинное и так далее. То есть все разнообразие к нашим услугам. И вот научный термин или понятие, которое мы формируем у обучающихся, это фактически ограничитель, который позволяет нам с вами понимать, о каком конкретно яблоке мы говорим. Это дисциплина нашего мышления, которая позволяет, можно так сказать, загнать, наверное, мышление обучающихся в рамки, которые будут способствовать пониманию и умению транслировать то, что ты понял, то, что ты смог сформулировать. Без понятийного мышления никаких научных исследований на самом деле не бывает. Именно поэтому любая научная работа начинается с терминологического аппарата. То есть первая глава любой кандидатской или докторской диссертации – это то, как исследователь понял и как он переформулировал термины, которыми он будет оперировать в дальнейшем. Именно поэтому, говоря о научном мышлении, мы не можем обойтись без формирования мышления понятийного. Как правило, этот момент, он практически всегда упускается. Но что такое критическое мышление, я думаю, мы останавливаться на этом не будем, потому что это достаточно популярная тема, то есть я не вижу смысла ее дополнительно как-то рассматривать. Я вижу про червяков, давайте чуть попозже, ладно, когда закончится. Так, теперь, значит, секунду, а, поняла, я не здесь поменяла страницу, ну ладно, ничего страшного. Значит, тогда про понятие, про формулирование понятий я расскажу чуть позже, в самом конце, когда мы перейдем к практикоориентированным моментам. Значит, давайте теперь посмотрим, каковы основные формы, в которых, например, происходит формирование научного мышления традиционно. Ну, неважно, для дошкольников, школьников или, скажем, старших классов, да, это прежде всего физико-математический блок, это все, что связано с естественным научным мышлением, просто здесь я ориентировалась на детский сад, поэтому писала именно так. Вот, и, конечно же, все, что связано с инженерией, да, то есть конструированием. Вот, через эти три блока обычно предлагают развивать научное мышление обучающихся для школьников. Вот, на самом деле, если честно, научное мышление развивается и в процессе различных нагляднообразных действий, которые, ну, мы можем сформулировать как общим термином труд, вот, и даже в процессе игровых практик, вот, почему, потому что, еще раз повторюсь, там встречаются именно характерные его элементы. Вот, значит, поехали дальше. Так, секунду, простите, что-то я не туда смотрю. А, игра практики, да, вот, самое важное. Итак, как у нас выглядит, собственно говоря, процесс научного исследования? Для начала мы формируем цель, то есть, что мы собираемся узнать. Это, и самое главное, для чего мы собираемся это узнать. То есть, условно, если я хочу узнать про человека, tela, realizing, space, 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 space이, space, 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 space shows us Ils, Dani, у нас такие скaky HARE Ровно. окей и так значит когда мы с вами говорим о нет у меня точно звук есть я по крайней мере вижу как она моргает значит по идее нужно проверять вашу связь тогда вот и так значит когда мы говорим об изучении тех же самых червяков мы должны дать обучающимся понимание того что это не просто удовлетворение собственного любопытства это прежде всего какое-то целенаправленное действие какая-то что у нашего исследования имеется некий практический результат вот поэтому когда мы формируем цель на любой научной работе обучающихся мы должны обязательно дать им понимание актуальности темы и самое главное ее практика применимости практика ориентированности этот момент очень важен почему потому что в потому что наука это это попытка создать для человечества более комфортную среду если же мы исследуем что-то просто так ковыряем пальцем в ухе но то простите это речь идет не о науке речь идет о удовлетворении любопытства вот наука всегда предполагает результат дальше мы должны обязательно научить их формуле формулировкам проблемы как показывает практика у многих педагогов с этим тоже сложности вот почему потому что правильно сформулированный вопрос он является фактически тем той ну скажем так прописью благодаря которой мы подберем все остальные компоненты включая метода методы исследования и соответственно разбивку на этапы вот и когда вы сформулировали вот эти два этапа для себя тогда вы можете переходить к третьему к постановке задачи для обучающегося потому что если у вас нет четкого понимания того что такое цель вашей работы и как сформулировать проблему вот вы не сможете поставить задачу ребенку и соответственно у него тоже не возникнет этого не возникнет возможности этим ну скажем так не возникнет возможности и и решить потому что постановка задачи это в нашем с вами случае то от чего зависит его дальнейшая успешность то есть вы должны будете предусмотреть на самом деле все скажем так этапы именно в этом процессе тогда именно на этапе постановки То есть все этапы исследования у вас должны быть вам видны именно в тот момент, когда вы ставите задачу. Для вас это проект, для ученика это исследование. Поехали дальше. Вот тут есть очень интересный треугольник. Дело в том, что мы с вами очень часто думаем, что мы сформулировали какую-то гипотезу, и при этом мы можем свободно в выборе метода. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что наш с вами метод, то есть инструментарий, который мы будем использовать, он будет очень сильно зависеть от того, какой теорией мы в данном случае руководствуемся. Но постараюсь пояснить это на примере термина образование. Что такое образование? С точки зрения социологии больших групп, образование это социальный институт, предназначенный для выстраивания социальной иерархии с помощью сепарации. То есть вы получаете образование, кто-то останавливается на ступени общего среднего, кто-то получает профессиональное образование среднее, кто-то получает высшее профессиональное образование. Естественно, что социальный статус и возможность занять какую-то должность на работе будет у вас очень сильно зависеть от того, на какой ступени образования вы остановились. Именно с этой точки зрения образование представляет собой фактически сепарационную систему, которая разделяет людей не только по способностям, но и по финансовым возможностям, прежде всего, по каким-то другим моментам, которые позволяют или не позволяют им получить соответствующий образовательный, вернее, достигнуть соответствующего образовательного ценза. Если же мы говорим об образовании как способе воспроизводства культуры, с точки зрения культурологии, то тут для исследования мы тоже будем применять другие методы. То есть выбор нашего с вами инструмента будет очень сильно зависеть от того, какое теоретическое обоснование мы положим в основу этого процесса. Я сейчас говорю на примере гуманитарных дисциплин, но на самом деле и в физике, и в биологии метод тоже очень сильно будет зависеть от его именно теоретического обоснования. И от той гипотезы, которую вы сформулировали. То есть условно, если гипотеза про дождевых червей потребует от нас копать землю в глубину не менее трех метров, тогда нам придется воспользоваться, наверное, экскаватором. А если достаточно 20 сантиметров, то вполне подойдет обычная детская лопатка. То есть, да, сразу еще раз напоминаю, метод – это инструмент, которым мы пользуемся в процессе исследования. И научить ребенка правильно выбирать метод, показать его взаимосвязь с гипотезой и теорией – это один из тех элементов, который характерен для развития научного мышления. Делается это в зависимости от возраста. То есть, если мы говорим с вами о дошкольниках, то мы здесь идем путем подражания. Если мы говорим с вами о среднем школьном возрасте, здесь уже возможно объяснение теоретического характера. Если же мы говорим о старшем, то о старшем школьном возрасте, то здесь, безусловно, нужно говорить именно о методологии и науке, о том, чтобы школьники действительно понимали эту связь и могли реализовать ее на практике. То есть, для среднего звена она все еще остается умозрительной. Поехали дальше. Значит, следующий этап любого научного исследования – это проверка. И проверяются обычные результаты наши с вами на стадии формирования условия проблемы и на стадии метода, который мы с вами выбрали. Возвращаясь опять к тем же самым дождевым червям. Как у нас была сформулирована задача? Узнать, почему дождевые черви выползают во время дождя весной в массовом порядке и почему они не выползают осенью. То есть, почему этого массового выползания не происходит. Именно так было сформулировано условие нашей задачи. Проблема в нем есть? Есть. Методы, которыми мы воспользуемся в данном случае, могут быть как эмпирическими, так и теоретическими. Говоря опять же о дошкольниках, мы воспользовались методом теоретическим, то есть методом анализа чужих данных. И сопоставление их с нашей проблемой. И получили определенный результат, о котором я, естественно, скажу немножечко позже. То есть, проверка должна включать в себя и проверку условия, и проверку метода, соответственно, который мы выбрали. Следующий этап, секундочку. Да, значит, это как бы был такой итоговый момент, который связан с нашими теоретическими обоснованиями. Теперь давайте перейдем к практике. Вот, смотрите здесь. Значит, мы говорили с вами о том, что понятийное мышление начинается прежде всего с умения формулировать определение. Стандартный для школьников, я предполагаю, такой способ. Но им еще пользовался основоположник всех наук Аристотель. И по Аристотелю определение формируется таким образом. Родовое понятие плюс видовое отличие. Здесь мы с вами видим два предмета мебели. Видите, да? Шкаф и стулья. Как можно дать определение стулу? Так, чтобы мы могли с гарантией отличить его от шкафа. Ну, как правило, обучающиеся в этой ситуации предлагают нам такой вариант, что на стуле их можно сидеть. Ну, теоретически на шкафу тоже можно сидеть. Если у вас очень длинные ноги или есть такое желание, то, в принципе, посидеть на шкафу тоже возможно. Но ключевым отличием здесь будет что? Что стул – это мебель, которая специально предназначена для сидения. Верно? И тогда родовым понятием здесь будет мебель, объединяющая и шкаф, и стул. А видовым отличием, то есть тем, что отличает стулья от шкафа, будет как раз, соответственно, то, что мебель. Эта мебель предназначена для того, чтобы на ней сидеть. Если мы хотим уточнить это понятие, то нам придется дать еще дополнительные видовые отличия стульев от кресла, от дивана, от пуфика и т.п. Но это уже будут достаточно необязательные настоящие моменты. То есть основной способ обучения именно формированию понятий – это как раз вот такое. То есть когда мы даем родовое понятие плюс видовое отличие, позволяющее предельно конкретизировать или уточнить сферу действия данного термина. Тут вот два симпатичных котика, видите, да? Вроде бы котики одинаковые, но, вернее, тут просто два котика, да? Но при этом мы с вами совершенно четко понимаем, что вот это котик явно мужского, вот это котик явно кошечка. И если мы попросим, скажем так, детей сформулировать различия между ними, они это сделают довольно быстро. Собственно говоря, формулировка различий между сходными предметами – это вот как раз один из способов, которым можно пользоваться для того, чтобы сформировать определение. Вернее, сформировать навык формулировки определений у обучающихся. Значит, любое исследование, безусловно, заканчивается каким-то результатом. Для обучающихся это может быть текст, текстовая форма, обзор, статья, реферат. Вот, естественно, что здесь нужно очень грамотно различать требования по возрасту. Почему? Потому что, как правило, текст, скажем так, содержащий максимально приближенный к научному, на самом деле возможен только действительно для обучающихся старших классов. То есть, если попросить, например, младшего школьника написать статью, то у него выйдет сочинение эссе, но в большинстве случаев четкая формулировка определенных положений ему будет для него затруднена. Да, я знаю, что младшие школьники проходят на различные конкурсы с различными исследовательскими работами. Все правильно. Но дело в том, что большая часть этих исследовательских работ все равно сформирована под влиянием взрослых. То есть, содержит правку формулировок, содержит дополнительные советы со стороны наставника. То есть, самостоятельной формулировки работы в большинстве случаев не происходит. Это как раз и есть имитация научного исследования и, соответственно, имитация научного мышления. Потому что обучающийся в этой ситуации не учится создавать какой-то научный текст. Он просто-напросто выполняет то, редактирует его таким образом, каким требуют от него взрослые. Если же говорить о создании, например, презентации, создании материальных объектов или формулировке правил игры, подчиненных тому знанию, которое мы получили в решении исследовательской задачи, то в этой ситуации как раз нижняя часть характерна именно для младшего возраста. Ну и, соответственно, презентация – это уже вполне приемлемый вариант для среднего школьного возраста. То есть, здесь можно варьировать, скажем так, результат представления нашего с вами объекта. Вот, и, простите, варьировать форму представления наших результатов. Так, секундочку, поехали, тринадцатый. Значит, какие действия должны выполняться в процессе формирования научного мышления через создание научных работ, в первую очередь? То есть, это учитель должен уметь формулировать условия задачи, знать точно, какими инструментами обучающийся должен воспользоваться в идеале, контролировать выполнение, то есть для этого он должен знать, собственно говоря, какие результаты предполагаются, ну и, естественно, поощрять. Дело в том, что научное мышление – это достаточно сложный процесс, формирование которого требует от обучающегося усилий. Если мы с вами будем применять какие-то способы… Так, я вижу вопрос про теорию, это немножко позже, ладно? Вот, значит, обучая, если мы с вами будем пытаться формировать научное мышление, там, скажем, с помощью приказных методов, это не сработает. Почему? Потому что в основе любой научно-исследовательской работы всегда лежит искренний интерес, желание понять, а из чего это сделано, как оно работает, вот, какими закономерностями руководствовался тот, кто это создал. Вот, соответственно, обучающийся в процессе выполнения научной работы должен научиться анализу материала, обоснованию методов, вот, собственно выполнить саму работу и научиться презентовать ее результаты, то есть показать, как, показать итог своей деятельности. Вот, при этом, естественно, все эти этапы как раз и есть элементы научного мышления, как ни странно. Почему? Потому что анализ – это способ, с помощью которого мы узнаем о том, подходит данное явление под наши критерии или не подходит, да? Обоснование методов – это фактически как раз и есть то, о чем мы говорим, когда называем термин «теория». То есть теория – это фактически то, что подсказывает нам, какой методологией в данной ситуации мы должны воспользоваться. Вот, и, ну, выполнение работает, собственно, само, сами мыслительные операции, презентация результатов – это коммуникативные навыки, то есть которые показывают, что именно, чего именно обучающийся достиг и как он может это передать другим. Значит, уровни научного мышления школьников репродуктивные. Когда мы с вами узнаем терминологию, можем ее передать другим, но при этом и даже, может быть, сформулировать какие-то термины, которые нужны для вашей работы. Но знаем основные закономерности в науке, но при этом обучающийся не может самостоятельно провести какое-либо исследование. Вот, то есть это, в принципе, уровень, который встречается в начальной стадии, не зависящий от возраста абсолютно. Вот это может быть и у взрослого, ну, такой уровень может сохраняться и у взрослого человека, который не сталкивался в своей жизни со исследовательскими задачами. Пострепродуктивный уровень – это, его отличает критика решений чужих, то есть как раз то самое критическое мышление, более-менее развитая способность, скажем, увидеть недостатки и достоинства в чужой работе. И здесь же речь идет об обосновании собственных решений. То есть обучающийся должен уметь показать, почему он выбрал тот или иной метод, почему он предпочитает использовать ту или иную теорию, почему он сформулировал гипотезу именно таким образом. И последнее – это собственно исследовательская компетентность, это то, что отличает действительно ученого. Это умение самостоятельно формулировать задачу для ее решения и умение проверять ее выполнение, основываясь на первых двух уровнях. Именно поэтому он, собственно говоря, является, скажем так, наивысшим уровнем развития научного мышления. Все это, еще раз повторюсь, способны выполнить обучающиеся любого возраста. Просто единственный замечательный момент – результаты будут различаться по представлению. То есть если для дошкольника результат наследных операций будет выражаться в наглядно действенном варианте, то естественно, что для старшего школьного возраста или для студента естественным уровнем ее выражения будет, конечно, словесно-логический. Но в первую очередь, еще раз повторюсь, это будет текстовая работа. Значит, теперь про литературу. Сразу скажу, что 39 тысяч статей в Ринце я анализировать для вас не стала. Вот и не стала, соответственно, подбирать те, которые, по моему мнению, наиболее адекватны. Здесь вам карты в руки, то есть вы можете посмотреть сами. Один из вариантов, вот здесь, например, показан в Киберленинге. Здесь в Киберленинге обзорная статья по естественному научному направлению. Там речь идет об использовании электронных методов формирования научного мышления школьников. Там, скажем так, дан некоторый объем аналитики и приведен собственный практический опыт авторов по использованию этого метода. Здесь обзор ресурсов с научными опытами и популяризации науки. Здесь информация для родителей, которых вы будете вовлекать в исследовательскую деятельность и формирование научного мышления. Здесь очень необходима родительская поддержка. И последний – это мотивирующий текст для тех, кто, собственно, хотел бы заняться, вернее, хотел бы понять, а зачем мне все это нужно. На самом деле, действительно, у нас остается одной из существенных проблем. Это тот момент, что мы не готовы, вернее, не то, что мы не готовы, что научное мышление обучающихся, оно во многих случаях в образовательном процессе остается просто-напросто невостребованным. Вот так. Теперь давайте я вернусь к папке «Вопросы». Значит, про червей. На самом деле проблема решается очень просто. Дело в том, что весной черви просыпаются. Они начинают выползать, очнувшись от спячки. Если же мы смотрим на червей осенью, то они как раз в этот момент заняты тем, что впадает в анабиоз. Поэтому даже холодная вода, она их не будет, проникая в норки. И выпуски встречаются чрезвычайно редко. Плюс температура во время дождливого периода осенью, как правило, значительно ниже, чем весной. У нас было, кстати, еще одно забавное очень ответвление этого вопроса. Дело в том, что когда ты идешь утром в детский сад, то асфальт практически усеян этими червяками. А когда возвращаешься вечером из детского сада с ребенком, то червей практически нет. И вот как раз один из практикоориентированных вопросов, тем не менее носившим явный исследовательский характер, был вопрос, а почему, собственно, червей мы не видим вечером? Куда они, эти червяки, деваются? Как показали на этот раз наблюдения, вы не поверите, их в основном съедают птицы, которые просто-напросто их подбирают в течение дня. То есть к вечеру червей не остаются именно по этой причине. Так, дальше, значит, секунду, у меня все вопросы уехали. Сейчас еще раз я вернусь. Так, это презентация, это нас не очень интересует. Так, там был какой-то вопрос. Сейчас, секунду, я найду. Так, червяки выползают на дорогу. Это я вижу. Сейчас. Потеряла. Что-то я не вижу, простите. Вроде бы я вкладку вопроса нашла. Сейчас. Рина Ринатовна, я вам сейчас помогу. Во вкладке вопросов было два вопроса. Александр Александрович Андреев у нас спрашивает, что такое теория, из каких элементов состоит ее структура. И второй вопрос. Все, нашла. Вижу, вижу. На отличие задачи от проблемы. Вот, значит, так, относительно теории. Что такое теория? Теория – это этическое обоснование научного исследования. То есть из каких конкретных элементов состоит теория, это зависит от конкретной совершенно науки. Но, как правило, эта теория включает в себя понятийный аппарат проблемы. И другим структурным элементом является ее попытка дать объяснение тому, что происходит. То есть сформировать с помощью понятийного аппарата науки какое-то объяснение какому-либо действию, явлению, так, чтобы под это объяснение попадало как можно больший класс явлений, как можно больший ряд. И самое главное, чтобы эти обоснования были логически непротиворечены и не противоречены эмпирическим исследованиям, в том числе фактам. Так, теперь, значит, возвращаясь к отличию задачи от проблемы. Вы знаете, это такой вопрос из серии, что вы предпочитаете пить по утрам, коньяк или кофе. Оба напитка хороши в свое время. То есть на самом деле, если мы говорим о научном исследовании, то задача – это часть нашей с вами, часть исследовательской проблемы. То есть очень часто в научном мире встречается такое словосочетание исследовательская задача. Так вот, исследовательская задача – это часть проблемы, которая сформулирована в самом исследовании. То есть, условно, если предметом исследования у нас является проблема, опять же, выползания дождевых червей, то, соответственно, исследовательской задачей в этом процессе будет а, установить, значит, все возможные варианты предшествующих объяснений, то есть анализ научной литературы по этому вопросу, б, значит, второй задачей будет постановка и формулирование, и постановка эксперимента. И третьей задачей, соответственно, будет презентирование результатов. В то время как проблема – это, собственно говоря, сам вопрос о том, почему дождевые черви выползают на асфальт. Ну вот как-то, наверное, так. У меня, собственно, все, дамы и господа. Если у вас есть еще вопросы, буду рада на них ответить. За котиков, пожалуйста. Очень люблю Ирину Зинюку и ее рисунки. И самое главное, что у нее всегда можно подобрать материал для любого абсолютно слайда, для любой иллюстрации, для любой абсолютно проблемы. Я прошу прощения, Александр Александрович, я не совсем вас поняла, потому что я не вижу вопроса. Если вы сказали «назовите отличие задачи от проблемы», то я уже сказала. Проблемы-то я уже сказала. Марина Ринатовна, нет, есть еще один вопрос от Александра Александровича. Про теорию тоже сказала. Давайте я вам зачитаю. Вы сказали, что метод – это инструмент. Мне кажется, что метод – это инструмент. И плюс, как пользоваться этим методом? Ну, в смысле, как пользоваться? Что имеется в виду? Как я уже сказала, метод зависит от той теории, которую вы используете для формирования проблемы. Потому что вы не можете сформировать проблему без наличия ее теоретического обоснования. То есть без того, чтобы не обозначить ее фактически проблемное поле. Поле, в рамках которого вы будете решать эту задачу. Потому что теория – это обоснование любой науки. Это то, что составляет ее суть. А метод – это инструмент, которым пользуется любое научное исследование. Есть общенаучные методы, такие, например, как анализ и синтез. Но есть методы, которые в наблюдении эксперимента – это тоже общенаучные методы. Но есть некие методы, которые характерны для конкретных отдельных наук. И то, как они сформулированы в рамках любой научной дисциплины, и как они применяются, зависит именно от теоретического обоснования, которым вы пользуетесь. Условно, методы физики, скажем, ядерные нельзя применять в оптике. И наоборот. Если мы говорим про гуманитарные науки, то здесь взаимозаменяемость довольно высока. Но, тем не менее, будет совершенно понятно, по какой теме защищена диссертация, вне зависимости от того, какие методы в ней использованы, именно исходя из вашего теоретического обоснования. То есть, условно, диссертация по культурологии, она будет очень жестко отличаться от диссертации по социологии, не только по тем теоретическим принципам, которые в ней изложены, но и по использованию одних и тех же методов в рамках разных наук. То есть, математическая статистика в культурологии будет применяться одним способом, а в социологии совершенно другим. Ну, вот примерно так. Ну, кому очень нужна презентация, можете написать мне на электронный адрес. Сейчас я его здесь напишу. Я могу вам выслать ее без всяких проблем. Ну, если вдруг вы как-то не справитесь с этим процессом, пишите мне на электронку, я с удовольствием вам отправлю. Нет вообще никаких проблем с этим вопросом. Так, все? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!